Первые выходные после шторма и народ попер, дал корабля в больших количествах. Картинка маслом, как говорится, народ попер. Сколько сюда людей отправилось, вызывая такой вау, эмоции, любовь и счастье. Здравствуйте, меня зовут Юрий Азаровский, привет вам всем черноморским. Мы находимся сегодня на пляже Витязева по улице Мира. Сюда добраться можно на своей машине Мира пересечения с улицей Скифской. Для удобства я оставляю для вас координаты этого места, чтобы вы их долго не искали. Для тех, кто будет приезжать в Анапу автобусом или на ЖД, садитесь на 114-ю либо 128-ю маршрутку. На 114-ю до пересечения Черноморска и Горького. На 128-ю можете доехать до пересечения Южного проспекта и улицы Мира. По Мира прогуляйтесь уже к пляжу, здесь все будет рядышком. 114-я маршрутка вам чуть-чуть дольше, через параллели придется пройти. Потом оттуда, от пирса дойти до самого судна. Ничего сложного, посмотрим на само Витязево, сколько людей, везде все в машинах. У нас такое столпотворение обычно летом, а сейчас уже и в зимний период времени. А потом я вас приглашаю в море. Мы прокатимся прямо возле самого корабля, это будет круто, друзья. Два пробки, ребят, так как же и летом. Видите, как оживилось все в Витязево на Южном проспекте. В параллели куча народа появилось, людей много. Здесь народ. То есть сюда приехать можно на 128 маршрутке. Тут остановочка, нам параллели выйти, либо туда дальше по улице Мира. Пройти можно по параллели, либо по улице Мира. По Мира можно на машине доехать до конца. Но будьте аккуратны, потому что народу у нас действительно как летом. Улицы Мира едем по прямой до улицы Скифской. То, что здесь очень много машин, парковки, все забиты. Это еще улица Серебряная, пересечение. Посмотрите, здесь оншлаг из транспортных средств. Попробуй себе найти местечко, где припарковаться. Это сейчас, наверное, здесь самое сложное. И так до конца улицы Мира. Летом, наверное, столько машин здесь не было. Такого количества людей никто не ожидал, не увидел. Они приедут сюда. Все переулки, все заставлено машинами. Сегодня первые выходные. Именно из-за этого огромное количество людей, краски, здесь и появилось. Подходим уже к пляжу. Здесь надо бы властям витязево навести в порядке. Очень грязно-мусорно, чтобы не позорить наш поселок. Такие количество людей я здесь видел. Летом поток туристов просто не иссякает. При том, что мы уже приехали под вечер. Мне кажется, самый большой наплыв был в дневное время. Когда светило солнышко, здесь людей было прям очень много. Посмотрите, сколько людей сейчас на пляже. Невероятно. Как красиво смотрится небо. Судно на практически берегу. Чтобы насладиться видами. Он огромный, конечно, и вызывает такой вау, эмоции. Когда ты его видишь, тебе всегда хочется попасть, чтобы рассмотреть его поближе. Кто говорит, миллион шестьсот за пять дней набрал видеосюжет. Глазами, честно, это совсем другое, чем когда ты рядышком с ним находишься. Картинка маслом, как говорится, народ попер. Очень много красивых видов. Теперь с разных ракурсов можно поснимать этот корабль. Надо спуститься к берегу и уже подойти поближе к нему. Называется этот сухогруз Blue Shark. Он ходит под флагом Белиза. В ночь с 26 на 27 ноября он находился на загрузке в порту Тамань. Пришел шторм. Он встал на якорную стоянку. Его сорвало. Он запросил помощь, почему-то сам не запустил свои двигатели, почему-то не выпустил якоря, потому что у него спереди якоря. Я вижу, что висят на месте. Ему сказали, что не переживайте, садитесь на мель, тут все будет хорошо. Его, может быть, уже бы и начали потихонечку спасать, но хозяева судна так и не вышли на связь еще. Уже говорят, что разработали там какую-то схему спасения. Как это вообще может быть, спасение самого этого судна? В районе носа у него около 4 метров воды под ним. Само судно должно иметь осадку около 6, чтобы в пустом состоянии начать движение. Должны вымыть специальными насосами, моторами, под ним яму, в которую он сядет и сможет выйти. Возможно, его разгрузят, но какие сухогрузы там или еще что-то подойдут сюда так близко, к берегу, пока тоже непонятно. В общем, мы будем следить за ситуацией. В любом случае, пока собственник не выходит на связь, а с чем-то говорить не имеет никакого смысла. Сейчас на судне находится 21 член экипажа. У них есть еда, есть возможность обогреваться. В общем, они как жили в море до этого, так и сейчас продолжают жить на самом сухогрузе. Так что за них не переживайте, все хорошо, ребятки. Я сегодня подъезжаю к задней настройке на палубе. Видел, что там идет дым, работает мотор какой-то. Значит, жизнь продолжается на нем. Ночью он подсвечен фонарями. Выглядит это тоже очень красиво. Теперь можно ощутить количество людей. Мы подошли поближе. Здесь народища просто невероятно много. Количество людей, которые приехали смотреть на сухогруз Блюшак. Я подошел чуть поближе к берегу, и здесь у меня вообще прям вау! Такой эффект. Думаешь, люди, ну классно, молодцы, что приехали на самом деле. Сухогруз смотрится действительно очень красиво. И поэтому сюда будет стремиться попасть еще больше людей. Потому что эти люди приехали, расскажут своим друзьям, что они были, где видели. Тех, у кого спросил, понравился он вид или нет. Вот сейчас с ребятами разговаривал на дюнах. Они говорят, что были буквально несколько дней назад на Рио. И приехали посмотреть, что здесь происходит. И сказали, что им этот сухогруз понравился даже больше. Наделал кучу фотографий сегодня. Даже с маленькими детьми сюда приезжают люди. Даже не само судно привлекает, а то, сколько сюда людей отправило, чтобы на него посмотреть. Потому что создал ажиотаж такой очень большой. Посмотрите на лица людей, которые уже там побывали. Я не вижу ни у кого разочарования. Во-первых, они приехали сюда семьи. Во-вторых, не заплатили никому никаких денег. Просто отдохнули, побывали на море, подышали. Поэтому, я думаю, что, друзья, приезжайте со своими близкими, гуляйте, отдыхайте, наслаждайтесь этими моментами. Тоже пытаюсь найти как можно больше интересных ракурсов, прежде чем подойти к нему и сразу его увидеть. Целый день было солнце. Когда я на кайте здесь катал, тоже было очень светло. А сейчас затянуло тучами. Хотя в такое время можно было увидеть невероятные краски заката. Я смотрю, с той стороны поток людей опять увеличился. Как-то группами народ подходит, чтобы фотографироваться возле кораблика. Но это те, кто по достопримечательности. Говорят, что, возможно, после шторма его уже начнут снимать и уберут. Следите за этим. Так что подписывайтесь и узнаете, как это будет происходить. Люди приходят, делают фотографии на фоне самого корабля. Ну и здравствуй, голубая акула. Я думаю, что во всех соцсетях появится кораблик. Если вы уже были здесь, если вы видели все своими глазами, обязательно, друзья мои, рассказывайте, понравилось ли вам путешествие на пляж. Видите, если вам понравилось, если вам фото. Или оно того не стоило. Потому что лично у меня уже в третий раз сюда прихожу. Наверное, даже четвертый считать морскую дорогу вызывает только положительные бури эмоций. Радует, что сегодня так уж и много машин. Хотя я видел кучу мотоциклистов, пока ты на кайте катался. Какой скорость они тут проносились, в кое-что людей. И это на самом деле страшно. Еще что не могу понять. Смотрите, вот корабль. Эта часть людей фоткается с левой стороны от корабля. Тая часть людей фоткается с правой стороны от корабля. Здесь тут народ повыбирал, в общем, какому какая сторона. И разделился на две части. А мне очень нравится и вид спереди. Но больше всего, наверное, корма понравилась там. Смотрелось очень красиво. Камеры, чтобы вы действительно поняли, насколько много людей сейчас у нас на море. Целуются, наверное, предложения делают. Вообще, любовь и счастье. Вот тут толпы народа. И смотрите, на кабушке фотография. Вот это актист. Кто-то в море заходит. Маленьким детям тоже интересно посмотреть на большой, кстати, корабль. Давайте вам покажу, что людей не только в одну сторону, но и в другую тоже много. Это в сторону Витязева. Всех, кто стремится сюда попасть. Представить до всей никто не мог, что столько людей придет именно к кораблю. Чтобы на него смотреть и получать массу удовольствия от созерцания. Я вам предлагаю, ребятки, пока там все заходит в закат, пойти на кайте, прокатиться возле него, посмотреть на его поближе. Такого вам никто не показывал. Именно вида на сам корабль Блюшар. Мы стартанули с северного сияния. Речка Можипсин. И потихонечку направились в сторону корабля. Меня первой же волной сбило, потому что в руках была камера, и она немного отвлекала. Потом уже, как говорится, приноробившись, добрался до первой таблетки. Здесь гуляют люди по побережью. Вот эта вторая уже таблетка. Ее тоже обходим стороной, чтобы не попасть на вот этот вот свай, которые возле нее в большом количестве находятся. И первые виды на корабль. Пока еще через причал Витязева. Здесь эмоции, конечно, зашкаливают. Потому что для меня это тоже такое путешествие в новинку. Я обычно катаюсь возле одной зоны запуска. А здесь мы уехали на пару километров вперед, чтобы добраться до судна и посмотреть на него возле берега. Первое, что меня поразило, это, конечно же, количество людей, которые были на берегу. Я, честно, не ожидал, что столько людей придет посмотреть. Потом уже вечером, когда снимался первая часть ролика, я уже не удивлялся. Видел, конечно, и обрадовался, что людей не только днем, но и вечером там очень много. Александр делает прыжок, и люди начинают снимать уже не корабль, а кайтеров. Меня и Александра, которые пришли посмотреть на корабль, ну и себя, так сказать, показать. В общем, друзья, зрелище тут было фантастическое. Вы посмотрите просто на сам корабль. Какой он величественный. Когда ты к нему подъезжаешь еще ближе, то становится вообще таким монументальным. Ну и сам берег Витязева в этом районе смотрится очень красиво с моря. Разворачиваем камеру назад. И давайте вам немножко расскажу вообще про судьбу этого корабля. Заявляется, что экипаж севшего у Анапы на мель сухогруза эвакуирован на сушу и ждет буксировки. На самом деле, все больше видео появляется из самого корабля. Это можете увидеть у нас в телеграм-канале. Ну а также с берега снимают матросов, которые находятся на самом корабле. И это не удивляет, потому что они являются гражданами другой стороны. Корабль Blue Shark во время мегашторма не только сел на мель возле Анапского села Витязева. У него также оторвался якорь. Судно было пришвартовано в порту Тамани. Но оттуда его унесло почти на 60 километров. Сухогруз засел на мель на глубину примерно в 15 метров. Blue Shark все еще не могут отбуксировать, поскольку его владелец до сих пор не объявился. Текущая стоимость 26-летнего Blue Shark, принадлежащего компании White Shark Shipping Ltd.Lib, базируется юридически в Греции 5,4 миллиона долларов. Сейчас на борту находится несколько видов судовых запасов. 169 тонн мазута, 33 тонны дистоплива, 83 тонны воды, 6,5 тонн балласта, а также груз 2746 тонн ячменя стоимостью 24 миллиона рублей. Команда ждет буксировки, но это может затянуться на долгий срок. Дело в том, что под сухогрузом сплошной песок. Водолазам понадобится какое-то время, чтобы обследовать, но и оценить всю работу. Владелец судна Blue Shark до сих пор не объявился и не делал запрос на проведение работ. Если он не появится в ближайшее время, то может быть оштрафован. За всю историю у сухогруза Blue Shark было выявлено 77 нарушений. Два из них 25 сентября этого года в порту Эль-де-Хейла в Египте. Одна из самых громких и глобальных проверок была в 2018 году в порту Таранто в Италии. Тогда нашли 31 нарушение у корабля. Первый видеосюжет про шторм и этот корабль у меня набрал около 1,7 миллиона просмотров. Благодаря этому, я думаю, что очень много людей и захотели посмотреть на корабль. Моих близких атаковали люди со всей страны, со звонками, что там за корабль, вы его уже видели, вы уже там были, ходили или посмотреть. И хотят все приехать и увидеть. Если бы работал аэропорт в Анапе, я думаю, на эти выходные было бы людей еще больше. Но приехал весь край и близлежащие регионы, чтобы запечатлеть себя и сам корабль у себя в памяти. Это, кстати, Александр сейчас подходит очень близко к кораблю и чуть не задел его кайтом. Посмотрите, миллиметры оставались. Потому что там зона высокой турбулентности. Это очень опасно кататься возле этого корабля. Мы почувствовали провалы ветра еще даже на подъезде к пирсу. А здесь уже совсем по-иному себя вел ветер. Если заехать с другой стороны за корабль, то там кайт вообще может упасть. И может привести к печальным последствиям, как минимум. Там люди просто в восторге были. Я видел их эмоции, их лица от того, что они увидели, как мы катаемся на доске с парашютом в небе. Это для многих был такой вау-эффект. Кто зимой не бывал на море и не видел кайтеров. Когда выходили на берег, вот менялись камеры, чтобы Александр и меня со стороны мог поснимать. Люди подходили, спрашивали, ребята, это что такое? Это как называется? Где вы этому научились? Потому что других кайтеров не было. И, говорю, это было в диковинку. Низкий здесь немножко подпрыжки у меня. Потому что здесь ветра, к большому сожалению, как я и сказал, очень мало из-за турбулентности. Но это не помешало подплыть поближе. И мне к кораблю не оплыть его даже с задней стороны. Потому что для меня это была первостепенная задача. Так как мы с берега его все видим. А вот эту надстройку его разглядеть пока нельзя. У меня есть разрешение на полеты. Не знаю, стоит ли полетать. Потому что людей много. И людей квадрокоптеры могут напугать. Поэтому я этого не сделал. А вот кайтинг, наоборот, у людей вызвал бурю положительных эмоций. Вот еще опасность. Когда подъезжаешь к борту, тебя может снести на корабль. И кайт тоже может упасть именно туда. Как его туда заставать, уже будет большая такая сложная задача. Поэтому надо было все делать очень аккуратно, осторожно. Я думаю, что вот эти кадры заслуживают восхищения вашего в комментариях. Надеюсь, я вас там увижу. Не забывайте, кстати, подписываться и на наш телеграм, и на наши другие соцсети. Везде в поиске Юрия Азаровски. Посмотрите, какая дальность выхода от берега. Честно, в обратную сторону было очень сложно. Для меня это, как я сказал, первый опыт таких дальних путешествий на кайте. Я покрыл это расстояние за 40 минут. Устал очень сильно, но это того стоило. Эмоции, конечно, не передать. Попытался вам показать, как убегаю от волны. И подъезжаем к споту. Вот эти мотоциклисты меня прям очень удивили. Они с такими скоростями пролетали по берегу моря. И я боялся, что никого-нибудь собьет. Так, Таня раздает ценные указания маратникам. Отдевает. В общем, здесь все занимаются своими делами, ребята. Больше всего меня радуют мужики, которые на заднем поле вообще купаться пошли. Лето в Анапе продолжается в полном объеме. Вы посмотрите, сколько у нас кайтеров. Сегодня около 20 куполов. Это Олег было и на парковке. Насколько становится эта движуха в Анапе именно популярна. Кайтеров-то вообще очень много. Мужики помешали обратно. Я пришел поснимать, но уже убегаете. Зачем? Да, да. Юра, спасибо. Юра, спасибо. Вот, я сейчас здесь. А шо отработаешь. Как водичка, скажите? Она, кстати, мокрая. Сегодня утверждено мокрая. Вот 13 градусов, теплая должна быть. Но мы сегодня окунулись. Медведь ждет нас на берегу. Медведь. Вольная эротичка. Хочу вам сказать о соответствующем задании. Этот удивительный медведь рожден на Придгоре, Северного Кавкала, именно в городе Анапе. Он имел, бывал уставник. Он был даже в детском саду Виктория. Садя Владимирович. Что это? Те, кто не был там, рекомендую посетить, кто переходит в общепродательную школу. Школа, это не на правах, а главная школа. Орять, царь. И 5 тысяч долларов здесь, совершенно не причем. Школа по сону Макроскера. Все, от души вам, пора с отдыхом уже делал. Вот так вот, ребята. Лето продолжается. Приезжайте. Пускай даже сегодня 2 декабря. Потихонечку начинается закат. Сегодня у нас тоненькая полосочка. С возможностью наблюдать солнечные лучи. Жалко, конечно, именно солнце мы не видим. Глобу еще красивее. Народ сегодня купался в море. Тут косичком заходят. Ну, прикольные ходки. Надо поставить, говорит, квадроцикл в море и сделать фотографию на квадроцикле. Какие мы молодцы. Не хватает вот ДПС, патруля, чтобы регулировать всю эту движуху. Чуть подальше поднялся на дюну. Вид на корабль здесь просто вау. Давно так не были популярны закаты Литязева, как на этих выходных. Но то ли еще будет, приедет еще много людей. Пишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы этот корабль здесь остался, или чтобы его убрали. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Для тех, кого не пугают штрафы, иногда их останавливают дюны. К сожалению, кто-то может проехать. Непонятно мне, неужели саму не в кайфом прийти. Дети бегают, резвятся на пляже. Оставили и ушли, как говорится, в машину за дюнами на прогулку. Тем более тепло, хорошо. Че нет-то? Можно найти гораздо больше красивых видов, чем из машины. Думаю, это уже лучший вид. Представьте, как из гостиниц, в которых есть вид на море, теперь будет видно еще и корабль. Вот точно здесь снимал. Семь адмиралов, по-моему. У них прям хороший такой вид сюда. И, пожалуйста, доброе утро, кораблик. Задумался о том, когда же лучше посещать корабль. Мне днем виды, честно, понравились больше. Но в вечернее время красивые фотографии можно сделать на фоне корабля в закат. Утром тоже, когда солнце с берега, будет более сочная фотография. Наверное, сейчас, когда теплее. Это в обеденное время. Поэтому приходите, наверное, лучше сюда. Именно в обед, чтобы было хорошо и комфортно. Смотрите, как солнышко уходит за горизонт. Смотрите, как солнышко уходит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...